МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семиметровые волны. Пока британцы выходили из Евросоюза, британские зоопарки занимались размножением подопечных. И толку от этого больше. Британские туристы в Европе столкнулись с результатами Брексит буквально на следующий день после голосования. Причина всему вполне логичная реакция рынков на внешние угрозы. Фунт стерлингов упал на более чем 10% до уровня 1985 года, а евро выросло на 3%. Как результат, при попытке обменять национальную валюту, британцы сразу понимают, что погорячились. Я думаю, эффект от Брексит будет продолжительным как для англичан, так и для жителей ЕС, хотя бы потому, что началась эта чехарда с курсом валют. Но вряд ли это удержит людей от путешествий. Другие туристы высказываются более резко. Ну, здесь в отпуске, кроме как на разницу курсов валют, мы сразу никак не ощутим последствия. Но результаты референдума – это повод для бессонной ночи. То, что я похудею, стану беднее – ерунда по сравнению с предстоящими бедами. Это антидемократический каприз элит. Впрочем, с туристом Дэвидом готова поспорить статистика. Судьбу референдума решали не элиты, а граждане Британии в возрасте старше 60-ти. Молодежь оказалась недостаточно активна. По прогнозам экономистов, англичане, если действительно выйдут из ЕС, не сразу ощутят проблемы. Первые пару лет будут достаточно простыми. Но с потерей единого рынка и появлением границ вскоре для двусторонних отношений настанут сложные времена. Масонам Германии возвращают украденные нацистами книги. Берлинская государственная библиотека вернет владельцам около 400 книг, журналов и других публикаций, украденных нацистами в 30-е годы. Книги возвращаются по сдамской масонской ложи. Многие из книг были изданы в 18 веке. В этой ложи была одна из самых крупных масонских библиотек в Германии до тех пор, пока нацисты не запретили эту организацию. Ложа вновь открылась в 1991 году. Глава постдамской ложи Матис Бонн сказал, что эти книги рассказывают историю масонов. А Херман Парцегер, глава фонда, управляющего берлинскими музеями и государственной библиотекой, заявил, что его организация намерена и дальше искать книги и произведения искусства, украденные нацистами, и возвращать их законным владельцам. На юге Германии отыскали закопанные пенсионерам деньги. Найдена металлическая коробка, в которой местный пожилой человек хранил свои сбережения. После недавних наводнений коробка пропала. 81-летний житель города Зимбах на Инне сказал полиции, что закопал коробку под полом дома. Дом настолько пострадал во время наводнений, что ему грозит снос. Эксперты организовали поиски коробки в доме, но ничего не нашли. Затем пенсионер вспомнил, что все же закопал деньги в саду, где и обнаружили коробку с пятизначной суммой наличными. Властям пришлось использовать экскаватор, так как коробка была закопана на глубине 2 метра. Деньги будут помещены на банковский счет пенсионера, имя которого не называется. Во время наводнений в начале июня в Зимбах и на Инне погибли 4 человека. Наводнения также нанесли значительный ущерб всему району. Епархия Мюнхена произвела оценку своего имущества и получила цифру в 5,5 миллиардов евро. Рекордный показатель в Германии. Большую часть этой суммы церковь перевела фондам, которые выведены из-под прямого влияния епископства и контролируются независимыми экспертами. Как заявил генеральный викарий Петер Бейер, в Мюнхене взносы могут использоваться только целенаправленно, на благотворительные или образовательные цели. После финансового скандала с прежним епископом Лимбурга Францем Петером Тербацем, некоторые из 27 католических епархий Германии приняли решение сделать финансы более прозрачными. До настоящего времени самыми богатыми епархиями считались Падыборн около 4 миллиардов евро и Кёльн 3,4 миллиарда евро. Полузащитник немецкого «Шальке» Роман Нойштеттер, принявший решение выступать за сборную России, покинет немецкий клуб. «Я решил закончить переговоры с «Шальке» и покинуть команду. Решение далось очень трудно и, наверное, неоправданно долго не принималось. Главным образом из-за менеджера и тренера клуба. После предварительного обсуждения мне нужно было еще немного подождать, но три месяца ожидания уже прошли, и я хотел бы перейти в клуб, где меня будут уважать как игрока и как человека. Это были жаркие четыре года. Команда и многие люди, окружавшие меня там, останутся в моем сердце навсегда. Я желаю вам всего самого наилучшего». Полузащитник выступал в «Шальке» с 2012 года. В минувшем сезоне Бундеслиги футболист провел за клуб 30 матчей. На чемпионате Европы Нейштейдер провел два матча за сборную России. Прямая связь между избыточным весом человека и его характером действительно существует, установили ученые из Бамбергского и Рурского университетов Германии. Вот только с общепринятыми стереотипами она имеет мало общего. Полнеют неспроста и далеко не всегда виной тут предрасположенность к полноте и неправильный обмен веществ или другие физиологические причины. Это стало ясно в ходе 20-летнего исследования. Его результаты показали, что определенные индивидуальные качества человека могут увеличить степень риска ожирения. Поясняет Сабина Лёбер, профессор кафедры клинической психологии и психотерапии Бамбергского университета. Она и ее коллеги провели более 70 различных опросов, в основе которых ученые использовали так называемую «большую пятерку». Индивидуальные черты характера определяли пять параметров. Невротизм, то есть такие качества, как боязливость, импульсивность, ранимость, экстраверсия, степень общительности, добросовестность, доброжелательность, открытость, опыту. Как подчеркивает Сабина Лёбер, важную роль играют такие факторы, как скрытая агрессия и враждебные отношения к окружающим, поясняет она. Низкую степень доброжелательности, выражающуюся в циничном, высокомерном и недоверчивом отношении к окружающим, ученые также связывают с прибавлением веса. Такие люди буквально заедают свое недовольство жизнью. Ясно, что особых изменений в весе не наблюдалось у людей с высокими показателями добросовестности, у которых сильны самодисциплина и чувство долга. Однако чрезмерно общительные и склонные к авантюрному поведению люди, так же, как и не слишком добросовестные, полнеют быстрее других. Объясняется это неспособностью контролировать свои желания. По словам Сабины Лёбер, для женщин еда нередко выступает в роли успокоительного, а для мужчин – как награда. А вот добродушие и веселый нрав, как выяснили ученые, присущи как полным людям, так и стройным. Гигантские волны уже несколько дней обрушиваются на побережье столицы Перу, затапливая магазины и жилые помещения. По данным местных властей, от стихии пострадали не менее 200 семей. Многие рыбаки и торговцы практически остались без работы. «Продажи упали, потому что рыбы нет, поскольку море слишком бурное. Волны очень большие, и рыба ушла. Торговать нечем», – говорит Леонардо Давила. «Море не утихает уже 10 дней, и прилив очень высокий. Мы не можем ловить рыбу, потому что просто потеряем наши сети», – говорит Педро Ривера. Зато непогода пришлась очень кстати любителям серфинга. «Спортсмены не упустили шанса покататься на огромных волнах, высота которых достигает 6-7 метров». «Такие гигантские волны здесь уже три дня. Сильно штормит, но нам, серферам, хорошо. Мы рады», – говорит Джейми Васкес. Власти отправили в регион дорожную технику, которая должна возвести барьеры для предотвращения затопления жилых помещений. В центре внимания немецких экологов – садовые мыши-грузуны, похожие одновременно на мышей белок с характерной окраской мордочки, которая напоминает маску Зорро. В Германии и других странах Европы они оказались под угрозой вымирания. В Нидерландах, например, садовых сонь насчитывается сегодня около двух десятков. Редкая мышь водится в лиственных лесах и старых садах на большей части Европы. Активны они в сумерках и ночью, кормятся на деревьях, реже – на земле. Поедают мелких грузунов, птенцов и яйца птиц. Сони вьют шаровидные гнезда, которые располагаются в дуплах или ветвях деревьев. Эту милашку нашли и выходили совсем крохотной в немецком Висбадене. Вскоре ее должны выпустить на свободу. Пока в Европе обсуждают Брекзит, зоопарк английского города Уипснейт решил сообщить всем радостную новость. Впервые за 18 лет здесь появились на свет детеныши западно-африканского, карликового крокодила. Четверо малышей вылупились 22 июня. Зоопарк в Ричмонде, штат Виргиния, опубликовал видеокадры пополнения в семействе снежных барсов. Котята, самец и самка появились на свет 24 мая. Мама и ее потомство пока скрыты от посетителей. Они появятся на людях, когда малыши окрепнут. А зоопарк польского города Познань показал, как пятимесячный бурый медвежонок играет с яблоком, привязанным к ветке. Осиротевшего детеныша в апреле подобрали в лесу и отдали в питомник. Здесь он и проведет всю оставшуюся жизнь. На Тайване набирает популярность салон для стрижки собак и кошек. За несколько десятков долларов хозяин может превратить своего питомца в льва или динозавра. Ну или на худой конец просто выбрать у него на спине морду плюшевого медведя.